Дефицит в 130 тысяч специалистов появится на рынке труда в ближайшие три года. Такой прогноз сделали в Национальной палате предпринимателей Атамикен после проведенного опроса бизнеса. Почему, несмотря на увеличение грантов в учебных заведениях, дефицит кадров сохраняется, узнавала Эльмира Ержанова. Университет имени Жубанова, один из крупнейших в Актубе, здесь обучают будущих педагогов, энергетиков, нефтяников, работников металлургии и горного дела. Все эти специалисты, а еще работники в сфере строительства, торговли, здравоохранения и социообеспечения будут, по прогнозу Национальной палаты Атамикен, в дефиците ближайшие три года. Другой вопрос, почему? Ведь и грантов на технические специальности выделяется больше, и выпускников в среднем 3,5 тысячи в год только в одном вузе. В текущем учебном году выделено по стране уже 26% грантов от всех именно на технические специальности. Это наибольший процент, чем даже на педагогические. На наш университет, если в прошлом году выделялось всего 150 грантов, это именно локальных, которые привязаны к нашему университету, то в этом году это число увеличилось до 220 уже грантов. Но кадровый голод сохраняется и прогнозируется в ближайшем будущем, в том числе в сфере рабочих специальностей. Было опрошено около 3 тысяч предпринимателей в области предприятий, и 7,5 тысяч кадров требуется на три года. Основной более 60% – это потребность в рабочих кадрах, таких как операторы почтовой связи, электрики, сварщики. Экономист Меруэрт Махмутова считает, что причина дефицита кадров – менталитете нашего общества, которое стремится отправить ребенка в ВУЗ. По мнению экспертов, в нашей стране нужно поднимать престиж рабочих профессий. Человек не может найти работу, потому что соответствующая квалификация, как правило, бывает слабая. Если в школе слабо учился, я не верю в то, что он в институте потянет. Знаю, что в Германии, когда, по-моему, 9 класс заканчивает детей, скажем так, принуждают идти в профессиональные технические вот эти школы, чтобы они получили рабочую профессию. Решать вопрос на всех уровнях в стране намерены усилив практику трудоустройства выпускников на предприятиях, чтобы после стажировки можно было остаться на рабочем месте. И здесь учитывается уровень профессиональной подготовки специалиста.